Современное экологически чистое производство запустили в Кенельском районе. Животноуческий комплекс на тысячу голов в селе Богдановка построили в рекордные сроки. Первый камень в основании будущей фермы был заложен в апреле 2013, а сейчас уже открыта первая очередь. Планируется, что на ферме появится минимум 180 вакансий, причем о жилье для будущих сотрудников тоже уже позаботились. Тему продолжит Ольга Павловская. Американки с российским гражданством. Эти селята появились на свет уже здесь. Родители буквально в 100 метрах. Первая очередь комплекса сдана и функционирует. Где он? Вот номер один. Это две бои на молочный блок есть и родильный блок. Вот это все есть, это комплекс. Это достроено на 90%. Здесь мы с вами были. Будет навес для телят. И вот два телятника. Фермы уже производят первую продукцию. Вначале, как это всегда и бывает, надои небольшие, до 600 килограммов в день. Но при запуске второго очереди мощность увеличится до 30 тонн молока в сутки. Галштинская порода уже более 100 лет удерживает первенство по молочной продуктивности. Спрос на этот скот всегда высокий. Распространены в основном в США, Канаде, на третьем месте Германия. Если посмотреть, что сделано, это абсолютно промышленное производство. Современные технологии, которые позволят здесь получать продукцию, качественную продукцию и много продукции со временем. Через год-полтора комплекс выйдет на проект имущества, потому что молочное животноводство или производство молока всегда имеет длительный цикл. Надо, чтобы отелилась коровка, потом надо, чтобы раздоилась, ну и так далее, и так далее. Но все делается очень основательно, делается по самым современным проектным решениям. И я думаю, это будет одним из таких примеров и для других наших товаропроизводителей, которые могут смотреть, как все должно быть. При этом, отмечает Николай Меркушкин, многое зависит и от персонала. Чтобы полностью использовать потенциал привезенного скота, с ним нужно уметь работать. Необходимы и специальная лаборатория, и хорошие корма. Их качество глава региона раскритиковал. А ведь во многом от этого зависит итоговый результат. Акционеры уже собираются пригласить специалистов из Голландии или Венгрии, чтобы тот на месте провел стажировку. Не исключено, что жить-эксперт будет в одном из этих домов. Владельцы фирмы специально построили для работников социально ответственный бизнес. К чему предприниматели не раз призывала глава региона. Площадь 72 квадратных метра, все коммуникации подведены, стоимость чуть более 2 миллионов рублей. Пока мы не торопимся их распределять. Но вроде бы по нашей оценке сейчас первому дадим главному ветеринару и руководителю экономического нашего сектора. Тоже сейчас думаем, как это делать. Будет какие-то компенсации, дотации. Будет так все лояльно, вступаем с ним в переговоры, чтобы это было как бы... Главное, чтобы люди работали, жили и никуда сегодня уезжали. Объем инвестиций в проект оценивают в сумму около миллиарда рублей. Эксперты называют этот бизнес прибыльным. Говорят, что если сельским хозяйством заниматься с умом, то можно получить больше выручки, чем даже от крупного промышленного завода. В перспективе комплекс даст району 180 новых рабочих мест. Ольга Павловская, Алексей Вермискин, Новости губернии, Кеневский район.